В Южно-Уральском государственном университете прошла седьмая всероссийская конференция с международным участием «Психология в меняющемся мире. Проблемы, гипотезы, перспективы». Более 100 представителей из четырех стран и 11 городов России обсудили актуальные вопросы в области психологии. Запасы психологических знаний, которые получают выпускники, окончившие факультеты психологии, зачастую бывает недостаточно, поскольку развивается как теория, так и практика. В этом плане, конечно, взаимодействие теории и практики, решение научно-практических задач посредством того общения, которое организуется в ходе научных конференций, является очень важным. Молодые исследователи разобрали проблемы современного человека, депрессию, психологическое благополучие и жизнестойкость личности, стрессоустойчивость, стресс и тревожность у студентов, а также комплексы молодежи 21 века. Объемный пласт работ был связан с новыми состояниями человека, вызванными пандемией коронавируса. Мой доклад был посвящен исследованию эмоционального интеллекта как фактору совладания со стрессом у студентов медицинского вуза в период пандемии COVID-19. Для исследования мы собрали выборку студентов медицинского вуза для того, чтобы определить, помогает ли студентам медицинского вуза эмоциональный интеллект в совладании с возникающим стрессом. Мы посчитали, что этого стресса в жизни студентов медицинского вуза более чем достаточно, и было принято такое решение провести такое исследование. Молодые ученые из Белоруссии, Казахстана, Донецка, а также университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска ответили на вопросы аудитории, а также выслушали замечания и пожелания деятелей науки ведущих вузов страны. В будущее планируется большое исследование. Связано оно было на тему невротических больных, которые имеют суицидальные риски. То есть наше исследование является первым, которые используют нейронные сети для прогнозирования суицидального риска. Таких методик нет, и они не могут выдать такие данные, как одиночество, жизнедеятельность, ценность семьи, которые выдают нейронные сети. Для студентов конференция стала шансом опубликоваться в научном журнале. Все материалы, а это 50 статей, которые представили исследователи на конференции, войдут в единый сборник, индексируемый в РИНС.